Всем привет! В эфире «Спортивная среда». Весна в нашем городе началась с главного спортивного события. В Ивановском цирке прошли бои смешанного стиля. Наш телеканал ввел прямую трансляцию. Ну а если вы ее пропустили, не переключайтесь. Расскажем, как все произошло. Полные трибуны. Зрители в ожидании. Турнир про ММА – это новый формат соревнований в нашем регионе. 14 сильнейших бойцов из разных уголков страны собрались в Иванове, чтобы побороться за звание чемпиона студенческого спортивного союза по смешанному боевому единоборству. Незадолго до этого в спорткомплексе «Энергия» прошли предварительные бои. Именно финалисты вышли на главную арену, чтобы выяснить, кто же станет чемпионом России среди студентов. Наш регион в этот вечер представляли два спортсмена – Ваник Акопян и Шахрук Курбонов. В общей сложности в Ивановском цирке прошло семь боев за звание чемпиона России. Никто не хотел уступать, никто не хотел сдаваться. Ребята бились до последнего. Шахрук Курбонов из-за допущенной ошибки не смог выйти победителем. Слишком много ударов. Да, слишком много ударов нанес Джамаладин Алиев. После поражения Шахрука Курбонова все надежды были обращены на другого представителя региона – Ваника Акопяна. Но и ему не удалось побороть противника. Добьется ли успеха уроженец Ивановской области? Нет, не удалось ему это сделать. Когда поединки на титул чемпиона России были завершены, на ринг вышли профессионалы. Самой ожидаемой была, конечно, женская битва. Она в нашем регионе прошла впервые. На ринг вышли представительницы Ярославля. Следующий турнир прайм ММА пройдет в Иванове в октябре. И организаторы уверены, что он будет еще ярче. Универсиада в Красноярске продолжается. Напомним, кинишемец Сергей Шалин представляет наш регион на этом престижном турнире. А пока спортсмен готовится, наши ивановские волонтеры ведут собственный дневник универсиады. На зимнюю универсиаду приехали ориентировщики из 21 страны. Основные лидеры в лыжном ориентировании – сборные Норвегии, Финляндии, Швеции и России. Команда хозяев соревнований – самая многочисленная – 16 человек. В лыжном ориентировании разыграют 7 комплектов медалей – в спринте, гонке, преследовании, спринтерской смешанной эстафете и на средней дистанции. Первые соревнования прошли 4 и 5 марта. Однако кинишемец Сергей Шалин пока на старт не вышел. Есть надежда, что мы увидим его на трассе в заключительный день соревнований по этому виду спорта. Что касается ивановских волонтеров, то им времени хватает не только на работу, но и на видеоотчеты. Владимир Смирнов ведет в социальных сетях дневник универсиады, рассказывает об атмосфере спортивных объектов. Ему посчастливилось запечатлеть эстафету огня универсиады. Вот так вот мы работаем. Веселим не только зрителей, радуем, но и спортсменов, которые сейчас идут на зажжение чаши огня. А мы – волонтеры, которые работают в навигации на мосту. Напомним, универсиада продлится до 12 марта. Будем ждать новостей и надеяться, что сможем поболеть у Сергея Шалина. В 37-й раз в Палехском районе прошел лыжный пробег. Традиционное мероприятие провели на родине героя Советского Союза генерала армии Александра Горбатова. Эта лыжная гонка пользуется большой популярностью. На этот раз на старт вышли более 250 человек, в том числе и военнослужащие 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Протяженность маршрута – 14 километров. Начинают участники в Палехе, финишируют в деревне Клетино. По традиции в программе торжеств посещение музея, который носит имя Александра Горбатова. Он родился в Пальском районе в большой крестьянской семье. И хотя у Горбатова не было высшего военного образования, это не помешало стать ему героем Советского Союза. Он был твердого характера, был целеустремленный. Он через всю свою жизнь пронес давшим еще мальчишкой за рук не сквернословить и никогда не пить. И он прошел с этими обещаниями через всю жизнь, что какие бы тяготы жизни у него не были. И выпил он только бокал шампанского в этот день победы в Берлине. Не за горами 8 марта. Провести женский день не так, как все предлагают в Заволжске. Там впервые пройдет турнир по футболу «Женщины против мужчин». А еще состоится турнир по футболу в Валенках. Интересно, что оригинальная спортивная игра возникла в Улан-Удэ. Там уже несколько лет подряд проводят открытый чемпионат города. Мода перекинулась и на другие города. Например, гонять мяч в Валенках любят в Нижнем Новгороде. На этом у нас о спорте все. Пока-пока, друзья. До новых встреч.